Всем привет! Чао-чао! У нас уже ужин. Я сегодня на ужин буду делать рис с куриным мясом. Мне многие спрашивали рецепт, как я делаю. Именно как я делаю рис с мясом, потому что я постоянно говорю, что это очень вкусно. Ну и сейчас я вам покажу, как я его делаю. Так, сковородка. Любое растительное масло. Лук. Мелко порезанный или не сильно мелко, это уже на ваше усмотрение. Сюда же морковка. Включаю газ. И начинаю обжаривать овощи. И начинаю обжаривать овощи. После того, как лук подрумянится, я сюда кидаю куриные бедра. Здесь у меня два бедра. Без шкурки и без костей, порезанные на кусочки. Размешиваю. И обжариваю. Здесь у меня такой куриный порошок, такой, не знаю, как для приготовления куриных блюд. Тоже добавляю его. Порядочно. Вот видите, полная ложечка. Не жалею. Потому что потом буду добавлять рис. И может быть даже рис уже не надо будет солить. После того, как мясо обжарилось, я добавляю сюда рис. Вот таких два стакана. И сначала обжариваю в масле. Итальянцы всегда, перед тем, как делать ризотто, сначала рис обжаривают в масле. И таким образом рис, когда в готовом миде, он не разваривается, а остаётся цельными зёрнами. Обжариваю хорошо. Когда весь рис взял с себя масло, я начинаю добавлять воду. Примерно таких же стаканов 5. Два стакана. Три стакана. Четыре стакана. Пока хватит четыре стакана, потому что потом я буду пробовать на соль. Почти в готовом виде. Если соли мало, я добавлю соль и добавлю ещё воду. Всё. Как только рис с овощами и с мясом погрузились в воду, я уменьшаю огонь. И закрываю крышкой. Если я найду крышку. И всё. На маленьком огне будет тушиться само до готовности. Но примерно, потом скажу примерно, сколько тушилось. Прошло примерно 25 минут. И смотрите, воды почти нет. Сейчас самое время попробовать на соль. Наверное, немножко я соли всё-таки добавлю. Так как рис уже почти готов, я попробовала, то я добавлю ещё пол стакана. И оставлю тушить, чтобы соль растворился. Так, ну что, мой рис готов. Я выключаю газ. Добавляю пару лавровых листов. Накрываю крышкой. И жду, когда будет ужин. Так, ну что, рис готов. Смотрите, какой он получился. Прямо пышет, пышет. Очень вкусный запах. Конечно, я пока не пробовала, но я уверена, что очень вкусно. Если у вас есть какие-то секреты, что сюда можно добавить, что убавить, делитесь, конечно. Я знаю, что ещё можно добавить чеснок, но так как мои не любят чеснока, поэтому я чеснок не добавила в этот раз. Ну не то, что в этот раз. Обычно я в ризонто, ну в такое именно, рис с курочкой не добавляю чеснок. Но можно, в принципе, даже сейчас могла бы просто обжарить в самом начале чеснок и убрать. А потом уже делать всю остальную, как говорится, комбинацию, весь остальной рецепт. Ну всё, мои хорошие. Приятного аппетита. До новых видео встреч. Чао-чао. Субтитры подогнал «Симон»!